По Таллину разбросано немало мест, где раньше на полную мощь работали промышленные предприятия. Это считалось нормальным и в царское, и в советское время. Самое масштабное загрязнение в столице зафиксировано и уже полностью устранено на пляже Строми. Оно было вызвано старым трубопроводом, в который десятки лет назад нефтепродукты попадали из котельных, работавших на жидком топливе. Похожий случай выявлен и в районе Кристина. Здесь, в парке бывшей летней усадьбы Шарлотт-Энталь, по адресу мустами АТ-20, вскоре начнутся работы по устранению загрязнения нефтепродуктами. В советское время на протяжении десятилетий на этом месте складировались мостовые краны. Здесь же располагались емкости по хранению топлива. Это объясняет, откуда в почве так много нефтепродуктов. На следующей неделе мы берем дополнительные пробы, а уже в апреле здесь закипят работы. Работы предстоит немало. По первоначальным данным, пострадало около 350 квадратных метров. Глубина загрязнения – полметра. План ликвидации будет окончательно составлен через неделю, а сами работы продлятся с предстоящего апреля до июня следующего года. Устранение загрязнения пройдет по новой схеме. Данное загрязнение будет устранено с помощью новой технологии, которую уже опробовали в других уголках света, и она доказала свою эффективность. Если раньше всю загрязненную почву и грунт выкапывали, и для очистки все это нужно было вывести, теперь стало возможным провести эти работы прямо на месте. Разливы топлива представляют серьезную угрозу для окружающей среды, и важно, чтобы все обнаруженные источники были ликвидированы. К счастью, уже сегодня практически очевидно, что может стать с этим местом через год, когда масштабные работы по устранению загрязнения будут завершены. Кристина – очень зеленая часть Таллина, и мы стараемся поддерживать этот статус, развивая сеть парков. В будущем это живописное место может стать продолжением парка Левенру, который расположен через дорогу. Поэтому предстоящие работы так важны для города. Не будем наивными, в Таллине могут быть и другие места, где под верхним слоем почвы может скрываться загрязнение. Город Идалия готов выявлять такие места, где когда-то работали промышленные предприятия, а в случае обнаружения загрязнений оперативно их устранять. Илья Бань, Виталий Савинский, Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова